Прошу вас оказать помощь по выделению шифера для перекрытия моего дома. Дом пострадал 5 июля в результате арт-обстрела. На доме пострадал весь шифер. В доме проживает двое маленьких детей. Вот Волочаев, Зинаида, Николаевна. И вот таких заявлений. Вот, допустим, фотография. Как было, вот как сделали. У нас есть статистика. Приблизительно 200 домов, тотально разрушенных в Славянске. И мы выдаем людям. Стараемся все-таки не просто дать человеку, а помочь ему увидеть и свою ответственность. Допустим, мы говорим, мы тебе дадим шифер на твой дом, но вот у бабули тоже снесло крышу. Мы даем ей, построй ей, а мы дадим тебе. Здесь получилось, что вот в одну церковь зашли в конце служения. Забрали двух деканом и два сына пастора. И их убили, говорят, на следующий день. Мучили и убили. И, конечно же, потом делали вид, что они живые и еще требовали выкуп. Уже когда те мертвые были. А кто их убил и за что? Ну, ДНРовцы убили. Взяли прям с церкви. Ну, они их там обвиняли, что те солдат подкармливали. Сейчас я хочу понять, где это. Нам удалось целый ряд этих сделать лагерей по стране. Допустим, Святогорский большой лагерь у нас есть, спутник. Там где-то 250 человек постоянно. Мы вывозим людей, допустим, со Славянска вывозили, а потом сейчас с Горловки вывозим. Мост между Горловкой и Никитовкой взорван. И боевики ушли туда за мост. А Никитовка осталась как бы в нейтральный. Вот перед Майорском, там за 5, может быть, километров, последний украинский блокпост. Дальше никого нет до Горловки. А Никитовский вокзал, он как бы такой, ничья зона, нейтральный. Мы заходим в нейтральную зону. Поэтому мы присылаем туда автобусы, а люди пешком выходят. И эти телефоны, знаете, люди стали передавать друг другу. И просто по слуху вам передавать. И мы знаем, что каждый будень день, иногда и в субботу даже, с 9 до 10 приходят автобусы на вокзал Никитовский. И люди туда выходят. И мы всех вывозим. А вы их лично знали, что это? Конечно, это мои друзья были. Ну, а один вообще это, с ними, Виктор Бродарский. У них осталось, представляете, 11 детей на всех. В одного 8 было, в одного трое было. Один был не женат. Вот. А в одного я только женился, еще не было деток. Ну, как я уже говорил, я думаю, что мотивация была вообще-то по линии все-таки вот этой идеологической, такой, что они протестанты, но они говорят, что, ну, их обвиняли, что те помогали украинской армии. Кормили, давали продукты, вот такое. Я допускаю, что это могло быть, потому что, ну, ребята, они такие, я думаю, были все-таки патриоты Украины. Но я не думаю, что это повод убивать молодых людей. Этот проект не имеет шанса выжить. А если он выживет, то это страшное место, когда я здесь никогда не захочу жить, если это будет в виде вот такого правления и такого ДНР. Потому что, ну, это страшно жить, потому что все равно победит цивилизация, победит, ну, какой-то разум. Мы же не можем все... Ну, как, человек, который уничтожает, как он собирается дальше жить? Вот я не знаю, как он собирается жить? Вот все. Я смотрел, да мне вот первая мысль пришла, думаю, все, это капец, это просто. Когда захватывали в Донецке, не знаю, что там, облсполком или что-то. Я смотрел, как они радостно все бьют. И один мужик встал, так говорит, стойте, ребята, не надо, это же все наше будет. И я посмотрел, как его просто смели, оттолкли. Потому что я рос здесь, в Донбассе, я знаю, как, вот я с детства рос, вот я объясняю. В школе у нас была традиция, я жил в городе Зоринске, Луганская область, вот в школе была традиция, каждый день кого-то бить. Вот я спрашиваю Донбассу, зачем нам каждый день кого-то бить? А это наша культура. И скажите мне, что это не так. Это наша культура. И вот поэтому лучше не кричать, что вот мы такие крутые. На чем нам хвалиться? Вот, понимаете, если бы мы айфон создали, если бы мы мерседес создали, нам не надо бы это было болезненной потребности услышать нас, потому что нас бы и так слышали. Мы все видели, что мы крутые. Понимаете? А проблема в том, что нам нечего сказать, нам нечего показать. И мы тогда просто стучимся, говорят, услышьте нас, иначе мы вам морду набьем. Если вы нас не услышите, мы вам морду набьем. Понимаете? Вот в чем проблема.